Мы очень ждем открытия этого садика, потому что очередь, конечно же, очень большая в детские сады в нашем районе, и, конечно, он нам необходим. Елена Высокос возит своего шестилетнего ребенка в детский сад на другом конце города, что одинаково неудобно для мамы и малыша. Она пришла на встречу с главой округа Андреем Ивановым, представителями администрации и застройщика по вопросу капитального ремонта здания детского сада номер 10 в Одинцове. Есть какие-то пожелания подрядчику, чтобы он в своих работах учел, что-то сделать дополнительное для детей, для родителей, какие-то, не знаю, может быть, навесы сделать для колясок, для велосипедов. В двухэтажном здании 1975 года постройки впервые выполнят капитальный ремонт. На это время 140 воспитанников переведены в другие детские сады округа. Одна из главных задач для строителей – гидроизоляция подвального помещения. В этом месте повышенный уровень грунтовых вод, подвал постоянно подтапливается. Здесь будет выделено помещение и специально выполнены мероприятия по гидроизоляции, где будут расположены узлы учета тепла, водная, запорная арматура. Остальной подвал будет вычищен и сделана система дренажа. На сегодняшний день на объекте задействованы 20 человек. Проводятся подготовительные и демонтажные работы. Идет черновая отделка, вывозится строительный мусор. Подана проектная документация в экспертизу. В ближайшее время будет понятно, какие разделы у нас уже не будут подлежать корректировке. И планируем начинать специализированные виды работ по инженерным сетям. Планируется, что работы завершат уже в июле. Детский сад обретет не только современный внешний вид. Его укомплектуют новой мебелью и всем необходимым. Благоустроят территорию для прогулок, оборудуют спортивную площадку, пять игровых веранд, дорожки, освещение и установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Для удобства родителей выделят место для парковки колясок и детских велосипедов. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.